Лёд на водных объектах Приморского края только начал формироваться, а любители зимней рыбалки тут как тут. Удочка, ледоруб и азарт – вечные спутники рыбаков. Однако фальстарт в этом деле уже привёл к трагическим случаям. 7 декабря в бухте Мелководной на полуострове Песчаном поочерёдно обнаружили тела трёх человек. Они провалились под лёд. Поиски одного начали ещё в выходные. Обнаружили первого утонувшего и затем водолазы отработали и подняли ещё двух утонувших. Возраст их – 83-84 года рождения. То есть довольно-таки уже все сознательные и состоявшиеся люди. Что их повлекло идти туда. На лёд рыбаки стали не только выходить, но и выезжать на личном транспорте. Хотя делать это категорически запрещено. Независимо от периода. Мотоциклист решил прокатиться по тонкому льду. Благо, чтобы было мелководье. Естественно, он провалился на своём мотоцикле. Но выбраться смог. Приехали спасатели, обогрели. Местные власти пытаются с этим бороться. Но, как показывает практика, предупреждения и штрафы для рыбаков неубедительны. У нас предусмотрено законом Приморского края за выход в запрещенный период. То есть, как сейчас становление льда на физических лиц от 100 до 500 рублей. За выезд на лёд на физических лиц от 1000 до 3000. На юридических лиц там идёт до 20 тысяч. Сотрудники МЧС призывают жителей набраться терпения и дождаться времени, когда лёд достигнет хотя бы 10 сантиметров. Специалисты практически ежедневно выезжают на популярные места зимнего лова и делают замеры. Как только толщина станет безопасной, об этом сообщат в СМИ. Алида Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.